Офис находится под водой, вся тайна раскрыта. Офис находится в бикини-ботом. Всем привет, с вами Аня, и вы на моём канале. Мы продолжаем играть в Аватар Ворлд, и у меня для вас сегодня самая свежая подборочка классных багов, секретиков и лайфхаков. Так как у нас вышло обновление, появилось много всяких багов, друзья, да, куда же без этих интересных событий, без этих приключений. Видео будет очень классным и полезным, так что завариваем что-нибудь вкусненькое покушать, несём чаёчек, кофеёчек и усаживаемся поудобнее. Я вам всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Я тут тоже пока что сижу в пекарне, вот решила перекусить, ребят, посмотрите, что у меня сегодня. Такой вот прикольный вкусненький тортик и кексик. Да уж, персонаж уже ест даже без помощи рук. И конечно же вкусный напиток. Да, потрясающий перекус, ребят, я готова проверять баги, лайфхаки и секретики. Надо только за собой брать, пойду это выкину. Для начала я хочу перезагрузить мир, чтобы у меня всё восстановилось. И первое, куда мы пойдём, это сразу в офис. Вы мне написали секретик, ребят. Он находится здесь, я его ещё не заметила. Для этого нам надо отодвинуть картину. И здесь оказывается сейф. Вводим код тысяча триста четыре И у нас появляется вот такой вот секретик, ребят. От сейфа открывается. Мы добываем новые предметы. Давайте их посмотрим. Ой, такая большая чашка что ли. Классно, ребят. Прям чашка какого-то большого босса. Даже не скажешь, что это чашка вот этой женщины. Ну, она мне действительно нравится. Я сама люблю большие чашки. Можно сделать большое количество чая. И пить подкусняшечки. Также нам дали новый аквариум. Там никто, естественно, не плавает. Но потому что я даже изначально находился в сейфе. Интересно, что делал аквариум в сейфе? Ребят, какие ваши догадки? Ребят, никаких действий с ним нет. Может быть, потом что-то мы узнаем. Ну, еще мы можем получить вот такую вот фоторамочку. Снимочек еще ладно. Понятно, почему она там хранит. Может быть, это какая-то памятная вещичка. Но почему там стоял аквариум, я до конца так и не поняла. Даже денежки никакой не положили. Давайте также активируем новый пак. Так, у нас вышел пак вот такой вот королевский. День рождения принцессы. Надо будет устроить Аннити праздник. У нее скоро день рождения. И нам надо найти одну вещь. Вот она. Мне написали то, что та корона, она подходит вот к этой вещичке. Это как хвостик для ослика. Только нужно ее еще откопать в таком-то количестве. Ребят, честно сказать, я даже не знаю, найдем ли мы ее сейчас. Может быть, я уже даже пролистала. Или она находится в другой коробочке. Вот это задачка, ребят. Но сюда по-любому надо вешать корону. После того, как мне это написали, я прям даже так и подумала. Где же она? Что-то я либо пропустила, либо она в другой коробочке. Это у нас клей. А, все, нашла. Да, ребят, смотрите. Корону мы можем вот сюда вот так вот примагнитить. То есть повязку на глаза надеваем. И играем вот таким вот способом. Ну подождите, а здесь же нет повязочки. Или я что-то упустила? Ребят, нам же не давали в этом паке повязочку, да? А как тогда играть, то есть в открытую, но это будет нечестно. Просто закрывать глаза или использовать другие повязки из других паков. Потому что у нас уже есть пак ко дню рождения. Давайте его тоже распакуем. Немножко проведем сравнение. Вот этот пак. Классическое день рождения. Тоже один из моих самых любимых паков. У нас здесь тоже есть много классных игр. И одна из игр это вот хвостик. Прицепить ослику. Надо его тоже здесь еще суметь найти. В небо в самом конце будет этот хвостик. Вот смотрите, друзья. Здесь у нас такой хвостик. Но тут-то нам давали вроде бы повязку. Да что значит вроде бы нам точно давали повязку. Я же помню. Надо ее найти. Вот она. Нет, подождите. Это я ботинки вытащила. А вот здесь уже есть повязочка. Таким способом мы ее на глаза себе можем нацепить. И делать позы интересные. Ну слушайте, это только если брать эту повязочку и использовать уже с этим паком. Что-то разработчики либо прогадали, либо я невнимательная, ребят. Потому что без повязки как бы все очевидно. Куда и что надо нацепить. Так что вот такой вот пак, ребят. Тоже имейте ввиду. Еще из обновлений у нас в автобусе появилось. Давайте сейчас вызовем автобус. И достанем персонажика. Теперь, чтобы зайти в автобус, нам не обязательно вот так вот садиться. Мы можем просто переносить персонажа. Все, ребят, наконец-то это пофиксили. Наконец-то двери у нас работают. А то это как-то непонятно. Мы только можем попасть туда с помощью того, чтобы сесть. И потом нажав на кнопочку. Тоже не очень удобно. Ну в общем, я счастлива, что мы можем вот так вот заходить. Давайте сейчас вернемся в офис. Я хочу показать вам новые позы. Новую анимацию. Тоже, ребят, ее не заметила сразу. Но вы мне подсказали в комментариях. Большое вам спасибо. Я вас очень сильно люблю за это. Вы всегда мне подсказываете. Тут две позы. Посмотрите, ребят. Она вот так вот танцует. И вторая поза. Она радуется. Радуется рыбка. Ну естественно, рыбки такие милые, прикольные. Ну и самое интересное, ребят. Мы можем плавать вот здесь вот возле офиса. Оказывается, этот офис сам находится под водой. Знаете почему? Берем персонажа и перетаскиваем вот сюда. Таким образом, ребят, мы можем плавать. Офис находится под водой. Вся тайна раскрыта. Офис находится в бикини-ботом. Я не знаю, почему такой баг, ребят. Но когда офис находится действительно под водой, и мы можем туда всех вообще персонажей поместить. Не только своего. Ну и остальных. Да уж, мы просто плаваем на улице. Это либо действительно офис под водой, либо... Ну как, на улице вода? Потоп какой-то всемирный. Посмотрите, друзья. Я поняла, на верхнем этаже находится особняк. И немножко подтопило. Все, тайна раскрыта. Теперь понятно, почему там персонажи проваливаются тоже под воду. Вот мне интересно, мы можем туда, допустим, рыбок отправить. Давайте вот в зоомагазинчик зайдем. У нас здесь есть рыбки. Возьму какую-нибудь одну рыбочку. Так, друзья. Ну, может быть, еще кого-нибудь за компанию возьмем. Давайте сразу котика. Перейдем сюда. И еще я возьму рыжика. Ну вот, она же только одного может взять питомца. Тогда нам поможет девочка. Загружаемся обратно в офис. Очень интересно, друзья. Смогут ли эти персонажики... Животные, вернее, плавать? Давайте рыжика отправим. Да, рыжик тоже у нас здесь плавает. Как же это смешно, ребята. Смотрите, у нас здесь плавают даже питомцы. Ой, рыбка поплала. Рыбка плавает на улице. Хочет попасть в офис. К себе домой в аквариум. Так это получается большой уличный аквариум уже. Теперь понятно, почему здесь кнопка. Только с помощью кнопки можно зайти. То есть, если ты так вот ее откроешь, вода прям вольется в этот офис. Лучше, короче, не нажимать на кнопку. Так, а деточек мы можем туда тоже отправить плавать? Да, Анита, Анита что, там прыгнула или мне показалось? Подождите. Ребят, мне показалось или Анита подпрыгнула? Да, она подпрыгнула как-то. Теперь она села. Вот, она прыгнула опять. Ребята, это очень странно. И вот еще малыш всплыл. Чудеса какие-то, чудеса, да и только они куда-то вообще там подплывались. Плывают очень-очень высоко. А мой персонаж так не может. Мы просто тонем. Ребят, тоже пробуйте, проверяйте. Это, правда, очень смешно и необычно. Я не знаю, ребят, почему такой баг происходит. Тут она вообще на стене сидит. Висит и я даже не знаю, стоит на стене. Как угодно можно это назвать. Ну, короче, какая-то магическая стена. Куда она ведет, тоже непонятно. Явно не на улицу. Еще у нас появились новые позы вот в этой зоне. Посмотрите, ребят, три новые позы. Мы можем вот так вот ноги положить. Посмеяться, как наш коллега сейчас. Ну и, конечно же, аплодировать. Аплодировать за успешное выступление. Только вот это вот какое-то непонятное действие, если честно. Как же будет реагировать начальница на это, когда заметит. Тоже очень прикольно, ребят. В кресле начальницы тоже появились новые позы. Посмотрите, друзья. Очень классное вообще кресло удобное. Но есть три новые анимации. Совершенно разные. Вообще, как-то даже похоже, будто бы чем-то в мебельном магазинчике. Может быть, потому что это кресло оттуда. Я там такое кресло не видела. Тоже, в общем, очень непонятно и необычно. На каждом столике есть маленькие бумажечки, маленькие стикеры. И мы можем их вот так доставать. И вешать на стеночку. Тоже имейте это в виду, ребят. Кто не понял, для чего эти вот квадратики. А, к сожалению, мы никак не можем на них записывать. Ручками тоже мы здесь не порисуем. Это можно делать только на той дощечке. А сейчас давайте я подскажу вам, как получить портфель, ребят. Потому что вы меня переспросили. Некоторые забыли. Вот тут вот мы найдем вот первую такую ручку красную. Давайте сразу ее вставлять. Перенесем в кабинет директора. Надо всего найти четыре ручки. Одна желтая уже была у него. У нее, вернее. Следующую мы можем получить секретики. Для этого надо делать последовательные действия. Смотрите, ребят. Вот здесь вот есть действие. По картиночкам. Ну или вы просто повторяйте. Так, бумажки только мы должны снять. И давайте посмотрим. Вот, поработали за компьютером. Надо напечатать на принтере листочек. Следующее. Что мы можем сделать? Измельчить. Вот тут вот бумажку, допустим. Так, бумажечка здесь тоже отпала. Выкинуть что-то. Выкидываем, ребят. Я пытаюсь вот это вот выкинуть. И последнее. Это позвонить. Ну или ответить на звонок. Только это очень сложно делать, конечно. Все, мы получаем ключик. И добываем вот такую вот синенькую ручку. Давайте тоже ее вставим. Переносим. Осталось найти последнюю. Фиолетовую. Чтобы найти фиолетовую, нам надо уже собрать вот этот секретик. Починить доску. Передвижную. Для этого тоже надо собирать детальки, ребят. Деталек, конечно же, много. Ну как много? Всего три детальки. Но их можно найти в самом начале. Вот за этими буклетиками. Давайте тоже передвинем. Так, ребят, сейчас все починим. Вот сюда устроится ремонтник. Ремонтниками, в общем, решили. А не офисными сотрудниками. И последняя деталька в холодильничке. За напитками. Вот таким вот образом мы завершаем все. И можем теперь передвинуть. Все, ребят. Мы получаем портфельчик. Здесь носочки, одежда, классные часы и форма. Но самое крутое, это, конечно же, портфельчик. Я в полнейшем восторге от этого секретика. Тоже, ребят, имейте его в виду. Кто не знал, как активировать. Здесь также есть новые позы с наградой вот этой. Хотя, по-моему, эти позы уже были. Ребят, ну, мне кажется, были эти позы с наградами. Они же не новые. У нас уже в школе что-то подобное есть. С глобусом мы никак не можем взаимодействовать. Здесь я больше тоже ничего не замечаю. Если вы что-то еще знаете, ребят, обязательно пишите в комментариях. Потому что мне очень интересно. Ну, так вот, на взгляд, на скидку, я больше действительно ничего и не вижу. Еще написали, кстати, в комментариях, то, что якобы, если нажать на экранчик, откроется какой-то тайный. Вот здесь вот портал или что-то, тайная формочка какая-то. Когда мы можем ставить вот такую вот награду. Но ничего не открывается, друзья. Поэтому я вам ничего и не могу даже показать новенького, чтобы получить подарочек. Либо я делаю что-то неправильно, либо фишка не работает. Еще вот в этом офисе мы не заметили одну штучку. Это выдвижной ящичек, ребят. Он находится вот тут. Представляете? Как же это мы так не обратили внимания? Ну или только я не заметила? Возможно, кто-то еще не заметил. Но оказывается, мы можем делать печати. Нам нужно совмещать с листочком. И вот таким вот образом мы делаем печати. Давайте еще одну печать поставим. Ой, как же это прикольно. Друзья, все, хочу уже снимать. Снимать и еще раз снимать. Скоро продолжение с сериальчиком. Папа обязательно здесь будет работать. Подождите, у меня забаговался листочек. Так, сделаем печать. Да, печать под наклоном. Вернее, листочек с печатью стал под наклоном. И тут даже новая поза. Тому, кому поставили отказ, плачет. А здесь-то поза была, я тоже не заметила. Разглядывает положительные ответы, радуется. Ну, это потрясающе. Анимации действительно классные. И еще, ребята, начальницы. Она вот так вот скрыла, да? Мы не можем посмотреть, что под костюмчиком. Но у нее очень даже красивый браслет. Такой золотой браслетик с сердечком. Мне кажется, он очень милый. Но на моем персонажике тоже не будет видно. Давайте вот этой вот девочке примерим. Посмотрите, друзья, какая же красотища. Мне очень нравится этот браслет. Сережки у нее уже такие, какие есть. А жерелье тоже классное. Ну и в целом у нее образ потрясающий. Она очень красивая. Я так рада, что здесь работают такие красивые начальницы. Из позитивных новостей еще у нас появилась возможность обновлять паки. Вот, допустим, мы распаковали пак. Платный пак. И разбросали его по всему миру Аватар Ворлд. Тут такая есть кнопочка. Перезапустить. И мы заново можем его активировать. Он полностью восстановится. Я считаю, это очень удобно. Это можно делать и с бесплатными паками. Допустим, вот с этим новогодним. Взяли вы вот эту коробочку. Достали магический коврик. И вот беда, вы не помните, куда же поставили этот магический коврик. Где вы в последний раз с ним проводили эксперименты. Может быть он там в рыбацком домике где-то завис. Вы просто заходите в паки. Листаете до него. Так, по-моему, да, с этой стороны. Нет, ребят, не могу его теперь найти. Да уж. А, вот же он. Все, можно его обновить. И снова активировать. Такая самая классная фишечка, ребят. Это годное обновление. Я очень этому рада. Ну и под конец видео давайте зайдем в пиццерию. Ребят, я проголодалась. Хочу сейчас слопать целую пиццу. Персонаж действительно хорошо поработал над этими багами. Вот, возьми себе комбо. Из пиццы. Крылышек и напиточка. Естественно, ребята, я с вами тоже поделюсь. На десертик возьму любимое мороженое. Ну и можно занимать столик. Угощайтесь, ребят. Я вам всем тоже желаю приятнейшего аппетита, кто кушает все еще. Хотя, почему ты все еще кушаешь? Я надеюсь, ты уже под ролик досмотрел до самого конца и доел. Вот, ребят, угощайтесь кусочками пиццы. Она не может пролезть, сесть. Да когда что успела этот потолстеть, даже не поела ничего. Не могу, ребят, сесть на этот стульчик. Не пролазит она. Давайте здесь... Ой, я вообще провалилась. Ну ладно, в таком положении интересном я буду заканчивать этот выпуск. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока.